МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тасуют версии, в полиции называют возможные причины взрыва авто в центре Киева. Что с пострадавшими? Сирийское прикрытие. На что идут боевики ИИЛ, чтобы прорваться в Германию? И как этому противостоят немецкие правоохранители? Уверенный старт украинского бокса на всемирной суперсерии. Александр Усик в четвертьфинале победил немца Марка Хуга. Украинский боксер доминировал на ринге весь поединок и без особых трудностей одолел соперника досрочно. Рефери остановил бой в последние секунды 10-го раунда. С кем Александр Усик встретится в полуфинале, сталит известно 30 сентября. Новые подробности в деле о взрыве в Киеве. Напомню, в пятницу вечером в районе Бессарабского рынка при подрыве машины погиб чеченский доброволец Али Тимаев, известный также как Тимур Махаури. Его спутница, по предварительным данным, известная модель Наталья Кошель, получила серьезное ранение. Сейчас состояние женщины стабилизировалось, но все уже тяжелое. Об этом подробностям сообщил один из друзей погибшего, Алексей Кошевец. По его словам, Наталья в реанимации. Врачи комментарии не дают. Есть информация, что рассказывать о самочувствии Натальи им запретили родственники. Не исключено также, что Наталье предстоит операция. У нее травмы лица, глаз, конечностей и мягких тканей. Сразу после происшествия журналисты, приехавшие на место ЧП в своих материалах и просто в соцсетях отмечали, спасти женщину помог случайный свидетель взрыва. Зовут его Иван Бердецкий. Как сообщает журналистка Мария Лебедева на сайте агентства «Униан», человек не просто был подготовлен. У него была и специальная сумка, и жгуты. Он вытаскивал раненых в перчатках, как положено, и в отличие от полицейских, предлагал термоодеяло. О деталях произошедшего в своем посте на Фейсбуке рассказал и сам Иван Бердецкий. Признался, что довелось оказывать первую помощь. Благо, располагал всеми необходимым и знал о методах спасения. А в полиции сегодня сообщили, что рассматривают три основные версии взрыва. Среди них кадыровский след, криминальные разборки и межличностные отношения. Впрочем, отмечают, есть все основания квалифицировать преступление как теракт. Сейчас дело открыто по статье «Умышленное убийство». Некоторые детали следствия раскрыл нардеп Антон Герасченко, который, правда, к следствию отношений не имеет. Расскрыл подробности в интервью одному из СМИ. По словам Герасченко, бомба в автомобиле была спрятана в подлокотнике между сиденьями. Кроме того, по его словам, полиция уже располагает всеми видеозаписями по пути следования машины. На территорию Украины пытается въехать экс-президент Грузии и бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили. Напомню, украинского гражданства он был лишен и все же широко проанонсировал свое возвращение. Назвал и дату, и место. Пункт пропуска Краковец на границе с Польшей. Со вчерашнего дня сюда приехали группы поддержки. Встречать готовились, как, впрочем, и полиция, и пограничники. Хроника минувших суток в Краковце в нашем материале. Пункт пропуска Краковец на украинско-польской границе. Туда со вчерашнего вечера начали стягиваться группы поддержки Саакашвили из Киева и Львова. Большинство представителей батальонов Донбасс, Айдар, Унсо. Многие были вооружены и в камуфляже. С ними и экс-комбат Донбасса, а ныне нардеп Семен Семенченко. По пути их несколько раз останавливала и проверяла полиция. Я вам даю номер. Номер несет, это боевые номер, на другую сторону перекиньте. Да, верно. Среди встречающих и другие народные депутаты. Недалеко от КПП разбили палаточный городок. Во избежание проблем пограничники усилили контроль. А полиция направила дополнительные патрули. Дежурят круглосуточно. И как оказалось, не напрасно. На пункте пропуска была замечена группа неизвестных, которых в палаточном лагере назвали стетушками. А что за форма? Вы что, в вискове? А что приехали, хлопцы? Первая стычка произошла уже в половине 11 утра, когда активисты из палаточного городка попытались оттеснить незнакомцев. Правоохранителям удалось развести стороны и не допустить столкновений. Кроме того, в полиции сообщили о задержании более сотни людей в камуфляже, которые направлялись к Раковцу. Во время проверки у них обнаружили газовые баллончики, пистолет и металлические предметы. Все доставлены в отделение полиции. У них берут пояснение. Богдан Вербицкий, подробности, телеканал Интер. А пока в Краковце дрались да ссорились, Михаил Саакашвили передумал ехать через этот КПП и изменил маршрут. Поехал в Перемышль. Оттуда вместе с рядом украинских политиков, которые тоже сюда подоспели, сел в поезд Интерсити по направлению во Львов. Впрочем, затея не удалась. Почему? Все подробности в сюжете. На железнодорожный вокзал Перемышля Михаил Саакашвили с многочисленной группой поддержки прибыл около полудня. С ним, кроме политиков, супруга и 11-летний сын. Саакашвили объявил о решении в Украину поедет скоростным поездом Интерсити. Однако Интерсити так и не тронулся. Диспетчер по громкой связи объявил, состав никуда не поедет. Это же повторила и проводница. В поезде после пяти часов ожидания политик и его окружение все-таки решают ехать на автомобильный пункт пропуска, не сообщив детали маршрута. Елена Зурина, Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер из Польши. Кто же дал отмашку остановить поезд? Этим вопросом задались сопровождавшиеся Акашвили политики. Национальные полиции сразу открестились, к этому не причастны. В своем официальном заявлении написали, расписание движения поездов не в их компетенции уж. Тем более, украинская полиция не имеет права давать кому-либо указания на территории другого государства. Министр инфраструктуры Украины заподозрил Укрзалезницу и разразился гневным постом в адрес компании. Написал, что под крылом Минэкономразвития предприятие стало просто неуправляемым. И призвал руководство прекратить политические игры и заняться наконец-то своей прямой обязанностью перевозкой грузов и пассажиров. А на сайте самой Укрзалезницы об указаниях с чьей-либо стороны ни слова. Да и фамилию Саакашвили не упоминают. Здесь сухое объяснение. Поздно и отправился, потому что один из пассажиров не имел права на въезд в Украину. И все же желающие могут уехать на автобусах. В итоге Саакашвили и его спутники пересели в автобусы. Транспорт привозит всех не в Краковец, а в польский пункт пропуска Медыка. Здесь Михаила Саакашвили и его соратников пропустили беспрепятственно. А вот пересечь границу с Украиной через Шегини не получилось. Тот остановил свою работу. Пограничники объявили о минировании пункта пропуска. И как только что стало известно, около полусотни сторонников Михаила Саакашвили прорвались на территорию пункта пропуска Шегини со стороны Украины. Других подробностей пока нет. Разрушительный ураган Ирма достиг побережья США. По мере приближения стихии мегаполисы Флориды все больше напоминают города-призраки. Власти проводят масштабную эвакуацию. Медукраина выясняет информацию об украинцах в зоне бедствия. Дипломаты в США держат связь с кризисными центрами круглосуточно. Об этом сообщили в департаменте консульской службы МИДа на странице в Facebook. Тем временем синоптики предупреждают. По сравнению с Ирмой, недавний Харвик покажется не таким уж и страшным. Дмитрий Анопченко следит за развитием событий. Осталось совсем немного. Ударив по Кубе, Ирма приближается к Флориде. Ждут худшего. Порывов ветра до 210 км в час и волн высотой от 3 до 6 метров, которые снесут все на своем пути. Они накроют ваш дом, вы их не переживете. Как только шторм начнется, вас уже не смогут спасти. Заявил в обращении к американцам губернатор штата и распорядился о полной эвакуации. Вы должны уехать прямо сейчас. Не ждите, эвакуируйтесь. Ни ночью, ни через час. Сделайте это сейчас. Если вы в зоне эвакуации, бегите. Покинуть свои дома должны 6 миллионов 300 тысяч человек. И роскошный курортный Майами сейчас действительно напоминает город-призрак. С опустевшими бульварами и магистралями. Фотографии, которые люди размещают в социальных сетях, поражают. Хуже всего даже не местным жителям. Они-то хоть к родственникам могут поехать, а туристам. Во всем регионе экстренно закрыли отели, принудительно выселили постояльцев, отменены все круизы и лайнеры вернулись в порты. Улететь из Майами невозможно. Билетов просто нет. И тысячи отдыхающих сидят сейчас на чемоданах в аэропорту. Беспокоюсь, смогу ли отсюда уехать. Пока что пытаюсь попасть хоть на какой-то рейс. А тут такой хаос. И это пугает. Для местных жителей слабое утешение. Власти экстренно развернули 400 временных убежищ. Но на большинстве из них объявления мест нет, помещение переполнено. Мне дочка звонит, знакомые звонят, СМС-ки шлют постоянно. И все так напуганы. Лучшее, что мы можем сейчас сделать, пересидеть в убежищах. Могли, конечно, остаться дома, но это такой риск. Дом можно заново отстроить, а жизнь не вернешь. Ирма так сильна. И люди действительно не преувеличивают. Ураган Ирма уже называют самым мощным в Атлантике за последние десятки лет. Метеорологи оценили его уровень как катастрофический. Мол, штатам не привыкать к ударам стихии, но Ирма по мере продвижения к Флориде не теряет силы. Такого давно не наблюдали. Президент Трамп экстренно собрал в Кэмп Дэвиде силовиков и госсекретаря. Кадры из их совещания выложил себя в Твиттере, написав, боже, благослови Америку. Выглядит так, что с этим ураганом все может быть плохо. На самом деле плохо. Но мы готовы. Готовы как только возможно в такой ситуации. По данным на этот час Ирма уже вплотную приблизилась к прибрежным городкам. И значит ближайшие сутки для Майами и всей Флориды будут самыми страшными. Уже сейчас возможные убытки оценивают в 50 миллиардов долларов. И это еще точно никто не знает, чего именно ждать. Из Соединенных Штатов Дмитрий Ановченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Соединенные Штаты планируют увеличить военное финансирование Украины. Комитет по вопросам осигнований Сената США утвердил проект соответствующего закона. Киев может получить как минимум 421 миллион долларов на оборонные цели в следующем году. Это значительно больше, чем в нынешнем. Тем временем в зоне АТО очередное обострение. С начала суток уже 20 обстрелов. В основном на Донецком и Мариупольском направлениях. Несколько раз украинским армейцам даже пришлось открывать ответный огонь. В полной боеготовности и танкисты. Несмотря на сегодняшний профессиональный праздник. С ними поговорил Геннадий Вивденко. Командир танка с позывным Клима отправился на восток страны еще 8 марта 2014 года. С тех пор, как он говорит, тут и катается. Прошел ряд самых ожесточенных боев. У меня царство небесное дед летчиком был. И старая добрая поговорка. Рожденному ползать летать не дано. Смех смехом, но что-то думал, подался. Вот именно в танкисты. Захотелось с самого начала. Вот так вот как-то. Стал танкистом. Ну, не разочарованно? Нет, нисколечки. Клим говорит, танкисты это командная работа. Самое главное, что выглаженность экипажа. Ты говоришь ему, он тебя понимает с полуслова, работаем в паре. Говорит, с одной семьей. Все сели, экипаж, все выехали, четко отработали. Свой профессиональный праздник танкисты проводят, проверяя боевые машины. Приказ отправиться в бой может поступить в любую секунду. Позывной демон выбрал свое дело жизни. На фронте третий год. Броня это сила, что вообще. Самое интересное, вот мысль. И в технике по колупации пострелять можно. Жизнь, стихия. Украинские танки, как положено по международным соглашениям, находятся на второй линии украинской обороны. Однако не только броня крепка, но и танки наши быстрые. В случае обострения противникам ситуации на фронте подскочат очень быстро. Командир танка с позывным «Призрак» переживает за побратимым пехотинцев на передовой. Тяжело. Но мы всегда готовы. По первому свистку, на броню и на выручку. Но пока я смотрю, у вас зачехлено все? Выстал, снимет все. «Призрак» и его побратимы прошли горнила Иловайского сражения и других ожесточенных боев на Донбассе. Опасаются танкисты лишь одного. Самое страшное потерять суверенитет. С остальной чепухой. Думаю, я украинец, а захватчик есть захватчик. Геннадий Вивденко и Вадим Ревун, Сергей Байдала. Подробности телеканал «Интер» из Донецкой области. А к одному из танкистов сегодня в гости пришел президент. Петр Порошенко побывал дома у героя Украины Евгения Межевикина. Поздравил с профессиональным праздником его и всех танкистов. Петр Порошенко также поздравил семью Евгения с новосельем. Пообщался с детьми и расспросил о планах на будущее. Я сегодня для того, чтобы приветствовать, приветствовать тата, приветствовать вас всех с новосельем и приветствовать всех украинских танкистов. Потому что вся Украина знает, что с твоим татом сегодня связаны все, наиболее напруженные места, где происходили боевые действия в 2014-2015 годах, и происходят сейчас. И это не просто Донецкий аэропорт, где тата врятовал десятки жителей, эвакуировал с взлетки пораненных. Взрыв в селе под Черкасами. Возле ночного клуба мужчина бросил гранату F1. Обошлось без жертв. Пострадали только несколько машин и фасад здания. Человека, который метнул гранату, задержали посетителей бара и передали полицейским. По информации следователей, он недавно освободился из тюрьмы и, вероятно, отправится туда снова. Ему грозит до семи лет решения свободы. Смертельный тест-драйв на трассе при въезде в Херсон разбился новый спорткар «Лексус». В результате ДТП погибли все, кто находился в автомобиле. Водитель, консультант автосалона и покупатель. Авто выехало на тест-драйв и, по словам очевидцев, спорткар разогнался как минимум до 200 км в час. Правой стороной зацепило бочину. Автомобиль занесло. Он врезался в дерево. После удара на месте происшествия загорелась сухая трава. Пожарные погасили огонь. По факту ДТП «Открыто уголовное производство» проводятся необходимые экспертизы. Песчаная лихорадка. Сотни миллионов гривен каждый месяц вымывают из бюджета нелегальная добыча песка. Только в Киевской области действуют около 60 таких незаконных точек. Противостоять нелегалам пытаются активисты, чего уже добились материали Евгения Коваленко. Это промзона Киева недалеко от станции метро-выдобычи. Вокруг горы песка. Более 300 тысяч тонн. Их нелегально намывают из Днепра. Это делают с помощью вот этих трупов. И хотя сегодня здесь тихо, еще несколько дней назад работа кипела. Иногда даже среди ночи. Вот что сняли активисты. Когда мы приехали первый раз с водной полицией, мы зафиксировали 4 работающих земснаряда. Это было 23 августа. То есть работа была приостановлена, и они были опломбированы. Но для тех, кто моет песок, это не помеха. Пломбы сняли и дальше добывают. Тогда активисты снова нагрянулись с полицией. Два земснаряда отправили на штрафплощадку, еще два ждут, пока их отключат от электричества. Как выяснилось, эту территорию арендует компания «Мостострой». Но проблема в том, что спецразрешений на добычу песка у нее нет. Просто это все прикрывается документами, как будто они чистят дно. Около 20-30 машин в день выезжало, огруженные, 40 тонн, полностью забитые песком. И все это было на бумагах, как будто это грязь. Эта компания «Падмостобуд» находится на стадии банкротства. И выполнять любых действий не может. В связи с этим была создана «Томмостобуд», который продолжает тут такую деятельность. И документов «Томмостобуд» никаких нет для того, чтобы совершить расчистку или любые другие действия, связанные с выдающим песком или очищением дна. Только на этом участке, на выдающих за год, мошенники заработали 300 миллионов гривен. А всего в Киевской области около 60 таких незаконных точек. Цена на песок взросла втрече. Если раньше она стояла где-то 35-40 гривен за тонну, то сейчас 120-140 гривен за одну тонну песка. И при этом собеварность выдающего песка, она очень мизерная. С ним же ничего не нужно, например, как нафту где-то под землей, как янтарк, как-то бурштин вымывать. Он просто лежит на дне, его просто нужно известно вынимать. В прокуратуре Киева открыли уголовное производство. На следующей неделе суд по поводу ареста спецтехники у песчаных нелегалов. Однако доказать их вину не так просто. Если вину браконьеров докажут, то им грозит штраф, либо лишение свободы до 5 лет. Всего в прокуратуре Киева сейчас расследуют 14 дел по поводу незаконной добычи песка. Активисты заявляют, такие масштабы приведут к катастрофе. Подмывается южный мост, пропадает в течение Днепра, гибнет рыба, погибает вся флора и фауна. А на днях в Бориспольском районе под Киевом пресекли работу еще одной нелегальной точки по добыче песка. При обыске у бухгалтера предприятия изъяли целый арсенал оружия. Евгения Коваленко, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер. Закарпатье аутсайдер внешнего независимого оценивания знаний школьников. Третий год подряд область занимает последнее место по результатам тестирования. Больше половины выпускников с треском провалили задание. В чем причина подробностей наших корреспондентов? Это официальная статистика внешнего независимого оценивания. Ни один выпускник из трех школ Виноградовского района не сдал тест по украинскому языку и литературе. Не справились также больше половины 11-ти классников в девяти школах соседнего Береговского района. А в селе Яноши тест провалили почти все выпускники местного лицея. Только три ученика из 24-х получили минимальный балл. Почему? Пытаемся узнать в самом лицее. Его директор, учительница украинского языка и литературы, говорить о печальной статистике не хочет. Почему такие планы были у вас, показники? У меня нет комментариев, пожалуйста. Комментарии есть у учителя физики и математики. Национальная школа, понимаете? На угорской мове навчаются. У нас, знаете, профессиональный лицей. Знаете, что это такое? Они придут сюда отребать профессию. Ну, автосправы выучают. Так что, так что черву зацел они приходят до нас. Провалили тесты по украинскому не только лицеисты, но и ученики школы села Яноши. Более 80% выпускников. Директор от камеры убегает. Учителя объясняют. В селе живут в основном этнические венгры. Детям трудно дается украинский язык. А еще у них нет мотивации. В 11 классе у нас, например, с 11 класса, ни один ключ не хотел поступать в высший начальник закон. Кого мы не пытались, они уже имели планованное место ехать за кордом. И они сказали, нам это снова не потребуется. О том, что такая тенденция действительно наметилась, подтвердили и в областном департаменте образования. За границу уезжают не только выпускники, но и учителя. Станом на 15 серпня, такого еще в жизни не было в Закарпатской области, мы имели 270 вакансий. Это серьезная проблема. Переважная количество этого года выпускников приняла решение научиться не в высших учебных закладах Украины, а за кордоном. С разных причин. Много, говорят, дешевее. В департаменте образования уверяют, отток кадров могло бы остановить повышение зарплаты учителям и премирование за высокие результаты ВНО. А вот как мотивировать молодежь? Вопрос риторический. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. Во Франции неизвестные расстреляли мать с двумя маленькими детьми. Случилось это на железнодорожной станции на севере страны. Всего погибли 4 человека, четвертая жертва друг семьи. Один из нападавших покончил с собой, другому удалось сбежать. Вместо происшествия оцепили вооруженные полицейские, для патрулирования задействовали даже вертолет. Ангелу Меркель обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Жалобу на канцлера Германии подал адвокат из Берлина. Его имение не раскрывают. Юрист подозревает, что Меркель и ее партия летают на воздушных судах Бундесфера и полиции по заниженным расценкам. При этом авиацию канцлер использует в ходе предвыборной кампании. По данным адвоката, Меркель платит 500 евро за один рейс, хотя реальная стоимость 18 тысяч для вертолета и 30 для самолета. Только в этом году канцлер летала самолетами почти 50 раз. Тысячи фальшивых сирийских паспортов ищут немецкие силовики. По ним в страну могли приехать боевики ИГИЛ. Как документы попали в руки исламистов, расскажет Татьяна Лугунова. 11 тысяч бланков. По данным немецких спецслужб, такое количество настоящих, но не заполненных сирийских паспортов попало в руки террористов ИГИЛ. Информацию публиковал таблоид БИЛС со ссылкой на надежные источники в правоохранительных органах. Силовики ее пока не подтвердили, но и не опровергли. Пустые паспортные бланки исламисты выкрали во время штурма в административных зданиях в сирийских городах. В руки террористов попало также оборудование, с помощью которого паспорта можно заполнить и вклеить любое фото. Но спецслужбам, утверждают журналисты, все-таки повезло. У них есть серийные номера всех украденных бланков. И теперь силовики пытаются установить, кто уже въехал по поддельным документам в Германию и другие европейские страны. И насколько эти люди опасны. Ведь поддельными паспортами могут воспользоваться как боевики ИГИЛ, так и беженцы, которые потеряли свои собственные документы и были вынуждены купить у террористов новые. Причем серийные номера паспортов проверяют не только у новоприбывших граждан Сирии, которые просят убежища, но и задним числом у тех мигрантов, которые в течение последних двух лет получили приют в Германии. По данным немецких СМИ, миграционные службы уже дополнительно проверили более 80 тысяч подозрительных сирийских паспортов. И 8 тысяч из них действительно оказались поддельными. Были ли среди этих документов те самые паспорта, которые ранее попали в руки ИГИЛ, неизвестно. Татьяна Луганович, Слав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Израиль начал самые масштабные за несколько последних десятилетий военные учения. Они проходят у северной границы. И большинство экспертов полагают, что это своего рода способ устрашения. Кого предупреждают таким образом, расскажет Сергей Ауслендер. Гражданских предупредили заранее. Без крайней необходимости в определенные районы не заезжать. На голландских высотах круглые сутки гремит канонада. Там отрабатывают сценарии возможной войны. Десятки тысяч солдат, сотни танков и бронемашин, самолеты, вертолеты. Это самые крупные маневры израильской армии за последние 20 лет. По замыслу учений, со стороны Ливана и Сирии началось вторжение террористов. На границе захвачен крупный поселок. Много убитых и заложников. Террористы при поддержке Ирана запускают по израильской территории тысячи ракет. На границе идет ожесточенное сражение. Армия сначала должна отразить нападение. Есть угрозы. Изменилась оперативная обстановка на севере страны и на юге наших северных соседей. Поэтому, естественно, и мы должны быть к этому готовы. Поэтому разные подразделения циала проходят слаживание и готовятся к разным сценариям. Места эти военным хорошо знакомы. В 2006-м армия вела в Южном Ливане тяжелые бои с отрядами Хизбаллы. Ошибки того времени учли, и теперь никто не собирается долго раскачиваться и тратить время на длительную и кровопролитную кампанию, чтобы такой ценой купить несколько лет спокойствия на границе. В Генштабе говорят, сразу после нападения ударят по террористам с такой силой, что те просто не смогут оправиться. Неважно, кто это будет. Хизбалла, Сирия или какая-то третья сила. Главное беспокойство у израильского руководства вызывает растущая экспансия Ирана в Сирию и Ливан. Там с помощью иранских специалистов строят заводы по производству ракет. Так что самые масштабные за последние 20 лет учения – это недвусмысленное предупреждение Тегерану, что Израиль не будет спокойно смотреть, как он вооружает его врагов. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Генеральный секретарь НАТО призвал к политическому решению ситуации вокруг Северной Кореи. Йенс Столтенберг призвал КНДР остановить свою ядерную программу и прекратить ракетные испытания. Такие действия нарушают целый ряд резолюций ООН, подчеркнул генсек НАТО. Завтра Совбез соберется на очередное заседание по поводу дополнительных санкций против Пхеньяна. Инициатором резолюции на этот раз выступает США. Чем грозит извержение одного из самых опасных вулканов в мире? В какой стране людей предлагают слить в скворечниках? И кому достался главный приз Венецианского кинофестиваля? Об этом не только в нашем обзоре. Вулкан Килауэва активизировался на Гавайях. Последние годы он время от времени давал о себе знать незначительными извержениями. Но на этот раз из кратера полились целые потоки лавы. Геологической службе удалось заснять вулкан на видео. Килауэва один из самых активных и опасных в мире. Его высота почти 1250 метров над уровнем моря. А основание уходит на дно Тихого океана. Селить людей в домиках-скворечниках предлагают шведы. Они придумали, как использовать горную местность для строительства. Все легко и просто. Дома можно пристраивать к отвесным скалам. По проекту такое жилище площадью 50 квадратных метров идеально подходит для одного или двух человек. Но несмотря на небольшие размеры, дом оснащен всеми удобствами и отопительной системой. Есть кухня и спальня. При этом, если в таких неприхотливых апартаментах захочет поселиться целая семья, два или три дома можно объединить лестницами-туннелями. Кино о Донбассе покажут в Голливуде. Лента «Иний» – копродукция литовских, французских, польских и украинских кинематографистов. В этом году попытает счастье на сыскание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В картине использовано много документальных съемок. А одного из военных журналистов играет известная актриса Ванесса Паради. В украинском прокате «Иний» появится 5 октября. А вот на Венецианском кинофестивале уже определились с победителями. Главный приз «Золотой лев» достался мексиканскому режиссеру Гильермо Дель Торо за фильм «Форма воды». Он поведал историю любви девушки и некоего существа-амфибии и показывал параноидальное настроение в времен холодной войны в США. Второе место у французского режиссера Хавьера Леграно за ленту «Опекун». Гран-при удостоилась израильская драма «Фокстрот». Самуэля Маоза. Венецианский кинофестиваль проходил с 30 августа. За награды боролась 21 картина. Украинские фильмы на конкурсе представлены не были. По последней информации, сторонники Саакашвили прорвали оцепление украинских силовиков на пункте пропуска драка. Об этом заявляет помощник главы госпогранслужбы Олег Слободян. И в данный момент текст-губернатор уже на территории Украины. Такими были новости этого дня. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. Я желаю вам хорошего вечера. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!